Плохо спалось сегодня некоторым в Киеве, так как Париж все же показал документальный фильм «Маск революции» о событиях на Майдане. Режиссер Поле Марайран в своем фильме рассказал и показал переворот без прикраса. Он пришел к выводу, что народными волнениями в Киеве воспользовались ультрарадикалы из правого сектора, что и привело Украину на грань катастрофы. Естественно, авторы уже заклеймили, фильм назвали российской пропагандой, понимая, что французы не снимут фильм с эфиром, Порошенко и компания попытались набрать хоть какие-то очки в этой ситуации. И СМИ Украины в едином порыве написали, что показ, видите ли, перенесен. Ну вот известный медиаэксперт Анатолий Шарий мимо такого подарка все-таки пройти не смог. Изменение времени показа фильма на 22.30 по Парижу и публичное обсуждение в эфире Канал Плюс стали возможны в том числе благодаря работе украинских дипломатов. Ну а что я сказал? Слава украинским дипломатам! К нам прислушиваются, нас даже немножко боятся. 28 число. Фильм запланирован на 22.35. Ребята. Вот забавно, что Киев поначалу не только настаивал на отмене показа фильма «Маск и революция», но еще и предлагал Парижу свою подборку правильных фильмов о Майдане, которые не задевают чувства украинского народа. Автору кино в соцсетях пользователи уже пишут благодарности, наконец-то людям дали возможность самим оценить события. Вот как вышло, что такой проукраинский Париж вдруг отказал киевским властям и показал столь скандальный фильм. Обсудим тему с политологом Михаилом Погребинским. Он выходит на прямую связь со студией. Я напомню, что накануне парижский телеканал Канал Плюс решил показать скандальный фильм «Украина. Маск и революция». Ну вот почему все-таки канал французский, который еще показывают по спутнику во многих уголках мира, не пошел навстречу Киеву? Разберем с экспертом. Он уже готов с нами поговорить на прямой связи со студией. Михаил Борисович, почему все-таки Порошенко и компания, они же не любят, когда им отказывают, но Франция не пошла на поводу у Киева. Почему, на ваш взгляд? Ну, не хватало еще, чтобы посольство Украины указывало французскому каналу, чего показывать, чего не показывать. Я и так, в общем, считаю, что это большая победа революции достоинства, что отложили на несколько часов показ. Это тоже, мне кажется, проявление вот этой, но слабой позиции французской демократии, которая готова посчитаться с тем, что вот не надо показывать этот вариант, а надо показать то, что нравится украинскому руководству. Поэтому, ну, мне кажется, все это сильно преувеличено, потому что понятно, что люди, которые хотели узнать правду, они имеют доступ к самым разным источникам информации, а во французском эфире и газетах, я имею возможность иногда это просматривать, но абсолютно доминирует точка зрения о том, что Украина права, она строит демократию, Россия агрессор. Так что на этом фоне показ этого фильма, ну, может, конечно, на кого-то произвести впечатление, но общая оценка того, что происходит, конечно, по-прежнему доминирует предвзятой. Михаил Борисович, ну, вот, все-таки, что нужно сделать, вот, как вы говорите, что давлеет лишь одно мнение? Вот такими фильмами поменяется мнение о том, что происходит на Украине на самом деле? Либо нужно показывать какие-то, как говорят, правильные фильмы? Правильных, это вопрос, конечно, риторический, показывать можно что угодно, но если есть осознанная политика информационной и культурной элиты Франции, ну, достаточно почитать газету «Монт», где просто, ну, вообще уже как бы бессознательная ненависть к всему российскому доминирует уже, и уже не первый год, поэтому и я не думаю, что что-то решительно изменится, даже в том случае, когда оно будет очевидно, что белое – это белое, а вот черное – черное. Я вот сегодня не смотрел на французскую прессу, а немецкую посмотрел, и там все в один голос рассказывают о том, что вот Ангела Меркель замечательно и правильно делает, это, что говорит, что Украина выполняет Минские соглашения, а Москва – нет. То есть это абсолютная, стопроцентная демонстрация предвзятости. Ни слова о том, что Украина должна была выполнить там раз, два, три, четыре, пятнадцать разных обязательств, их не выполнила, ничего об этом. Поэтому мне кажется, что, ну, как бы, с Европой дело плохо. Решительно изменить ее позицию. Ну что ж, спасибо большое. На прямой связи со студией по скайпу был киевский политолог Михаил Погребинский. Мы обсудили тот фильм, который показали накануне во французском эфире. Ну, пока его в сети интернет нет, поэтому делать выводы, что же все-таки там было, пока не будем браться, обязательно посмотрим эту ленту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова